Друзья, всем привет! Сегодня я вам покажу, как в фотошопе исправить вот такие дефекты в виде складочек и сделать сумку красивой и презентабельной. Данные фотографии я готовлю для сайта Wildberries. Они уже отсняты на профессиональной модели, профессиональным оборудованием, в правильном формате. И мне нужно сделать только небольшую цветокоррекцию и убрать вот эти заломы, в связи с тем, что сумки во время транспортировки немножечко замялись, еще не отстоялись, их можно было пропарить, но этого качественно не сделаны. Я покажу вам простой прием в фотошопе, как это все легко и быстро исправить. Первое, что я попробовала сделать, очень важно, когда вы работаете с Wildberries, это соблюсти цветовую коррекцию для того, чтобы то, что человек потенциально видит на экране, также и соответствовало тому товару, который ему придет реально. Потому что иногда ты видишь, например, бежевое изделие, а тебе приходит цвет шоколада. Это очень плохо, и вы получите плохие отзывы, это будет не в соответствии ожиданиям. То есть ваша картинка должна быть помимо того, что яркая, красивая, сочная, передавать особенности вашего изделия, так плюс ко всему еще и соответствовать цвету. Здесь есть особенность, что у всех своя яркость мониторов и так далее, но это нужно и важно понимать, когда вы работаете с фотографиями для маркетплейсов. В данном случае я говорю о Wildberries, но тот же самый Азон, Яндекс.Маркет имеет такие же требования, так же, как я думаю, и Амазон, и другие маркетплейсы в других странах. Что я сейчас попробую сделать? Я попробую пойти по самому простому пути и посмотреть, как будет изменяться моя фотография с введением автоматической корректировки. Это работает плохо, это сработало хорошо, и автоматическая цветовая коррекция не очень мне нравится. То есть у меня только автоконтраст сработал так, как мне понравилось. После этого я перехожу в коррекцию уровней. Можно это делать коррекционными слоями, можно это делать, как я. Я вот привыкла работать так, сейчас переучиваюсь на работу в коррекционных слоях, потому что это более правильный метод, сохраняя нормальные параметры исходника. Вы можете делать так, как удобно вам, про коррекционные слои я как-нибудь отдельно расскажу. Там принцип точно такой же, но вот я так привыкла. Смотрите, у меня немножко проседают темные оттенки, соответственно, можно их поддернуть, потому что вот здесь по гистограмме это видно. И белые тоже немножечко проседают. Можно вот эти краешки подрезать. Здесь также можно подкорректировать, если это требуется. Вот так. Соответственно, я имею перед глазами реально физически эту сумку и приблизительно сравниваю то, какого цвета данная сумка в реале и какого цвета она у меня на мониторе. Ну, чтобы хотя бы попадало в похожий тон. Понятно, что у каждого человека, вот вы даже смотрящие видео сейчас, каждый из вас видит это видео по-разному. Но хотя бы приблизительно, чтобы тон был похожий, когда человек будет заказывать. Итак, цвет мы с вами подкорректировали. Ничего особо я с ним больше делать не буду, потому что он меня сейчас полностью устраивает. Сочный, красивый цвет. Действительно, голубые джинсы, белая жилетка и вот такая яркая розовая сумка. И вот эти моменты очень некрасиво смотрятся, их надо убирать. Тот инструмент, который я буду сейчас показывать, он хорошо подходит для однотонных, вот таких вот фактуристых моментов, но не подходит для узорчатых, потому что будет некрасиво. Я буду использовать инструмент, называется заплатка, он находится на левой панели инструмента. В чем его смысл? Вы выбираете какую-то зону, которая вам не нравится, и говорите, что вы хотите заполнить эту зону, например, вот здесь. Вот смотрите, видите, она показывает, что будет вот так заполняться. Потом вы отпускаете, и программа сама считает, как совместить близлежащие пикселы, для того, чтобы она максимально незаметна была. Видите, как она убралась легко. Также здесь давайте посмотрим вот эту вот штучку. Залей-ка мне ее вот так. Ctrl-D снимает выделение, и вот таким образом мы можем получить с вами очень хороший вариант того, что у нас сумочка разгладилась, никаких огрехов у нее нет. Можно вот эту точку убрать. Соответственно, вот она сумочка, она стала более презентабельная, потому что на ней получились складочки, это не здорово для фотографий продающих. И теперь эту фотографию можно сохранить и загрузить на Marketplace, в данном случае Wildberries, для того, чтобы она была продающей фотографией. Первое, второе, это вы уже сами будете решать, это немножко не тема данного видео. Но Photoshop позволяет вот такие вещи сделать очень быстро, просто. Есть еще много всего интересного. Если вам интересны какие-то моменты, как подготовить фотографии для Wildberries, что это сделать, как это использовать, вот, пожалуйста, это Photoshop. И в нем можно такие вещи делать, в том числе и инфографику. Но я инфографику больше люблю делать в Adobe Illustrator, могу отдельно показать. Напишите мне об этом в комментариях, если вам интересно. Понравилось ли вам видео такого плана, да или нет, ставьте лайк, пишите в комментариях. Если да, я буду делать больше, показывать и рассказывать, потому что я тоже с этим работаю, это часть моей жизни, готова этим поделиться. На этом все, до скорых встреч, пока-пока!